Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. В видео «Спросите у Татьяны», где я говорю о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. Если вам нравится моя работа, ставьте лайк и подписывайтесь, пожалуйста. Мне нужно знать, что вам интересно смотреть мои видео. И сегодня у меня последнее видео из серии, когда мы берём одно слово единственного числа, то есть один, и второе слово мы берём множественного числа, много. Мы уже видели выбор-выборы, мы видели порядок-порядки, и что ещё мы видели, я не помню. Не помню, да. И сегодня у нас слово масса и массы. Масса-массы. Когда мы говорим масса-одна, и когда мы говорим массы-одни. Хорошо. А когда мы говорим масса, есть опять два варианта. Номер один. Масса-это физический термин, который значит, сколько килограммов, сколько килограммов, сколько килограмм. Но это не так просто, это не только килограммы. Я плохо знаю физику, не любила, не любила физику в школе, поэтому напишите, что такое конкретно масса. Но обычно это килограммы. Масса-тела, то есть масса-вещи. Пример. В школе вы можете написать «Рассчитайте массу тела». В этой задаче надо рассчитать массу тела, то есть в этой математической операции вы должны сказать, сколько масса, сколько килограммов эта вещь и так далее, то есть масса. И номер два, более популярный вариант, масса, значит много. И это немного фамильярный вариант, разговорный вариант, масса. Например, масса друзей. У меня масса друзей. Это значит много друзей. У меня... У меня... У меня... Это... Эта работа у меня заняла массу времени, то есть эта работа у меня взяла много времени. Масса времени, масса друзей. Это значит много. Много вещей. И массы... Массы... Массы значит люди, люди, страны. Но... Это значит много людей, но это немного негативно. Это чуть-чуть как коммунистический или политический контекст. Массы. Массы... Это значит люди, не элита, просто обычные люди, массы. Например, эта книга не для широких масс. Это для интеллектуальной элиты. То есть эта книга не для всех, не для обычных людей. И мне кажется, это немного снобизм, когда мы думаем, что мы такие интеллектуальные, и там внизу массы не очень умных людей. То есть такая идея такая идея, что массы, они не очень умные. Вот. Мне не нравится эта идея. И да, часто мы говорим массы. Это для масс. Это значит для не очень умных людей. Ну, например, мы можем сказать телевидение. Телевидение есть такой стереотип, что это для широких масс. Радио, подкасты — это для интеллектуального меньшинства. И телевидение — это для широких масс, что программы по телевидению, все могут их понимать. Такой стереотип. также в политическом контексте мы можем сказать массы, массы вышли на протест против коррупции. Массы людей вышли на протест против коррупции. То есть много людей. Вот это не очень трудно. Масса значит много, или значит сколько килограмм. И массы — это большие группы людей. Обычно это значит обычные люди, простые люди. Я надеюсь, что вам понравилось. Пишите ваши примеры. И, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь. И еще раз смотрите у меня на сайте упражнения, транскрипции и мой клуб «Русская дача». Это не для масс. Это для элиты. До скорого, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите. Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...